Марс четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Мы увидели уникальный ландшафт Марса. Марсианский потухший вулкан Алин, являющимся самой высокой горой на планете, долину Маринер, самый крупнейший известный каньон и огромное количество ударных кратеров. Марс имеет период вращения и смену времен года, аналогичные земным, и все же отдохнуть под пальмами, которых там нет, не получится. Средняя температура на Марсе минус 40 градусов по Цельсию. При наиболее благоприятных условиях летом на дневной половине планеты воздух прогревается до 20 градусов по Цельсию. На зимней ночи температура может достигать минус 125 градусов, а на полюсах и вовсе минус 170 градусов. И тем не менее, к Марсу было отправлено десятки автоматических межпланетных станций и марсоходов. По сей день мы получаем огромное количество данных, с некоторыми из которых мы хотим поделиться с вами. Перед вами белые облака, периодически возникающие в верхних слоях атмосферы Марса. Как нам известно, облака не возникают сами по себе. Для их формирования нужно что-то, что поможет воде конденсироваться. Долгое время климатические модели просто не могли объяснить то, как они могли формироваться на подобной высоте. Рецепт состоит из так называемого метеоритного дыма, чьи сгоревшие останки помогают водяному пару конденсироваться и превращаться в мелкие льдинки. Это открытие толкает на мысль, что мелкая пыль, возникающая в атмосфере после остывания метеоритного дыма, может участвовать в рождении марсианских облаков по аналогии с тем, как возникают светящиеся серебристые облака в мезосфере Земли. Что интересно, появление облаков в компьютерной модели Марса крайне необычным образом повлияло на погоду и климат планеты, а также поведение приполярных регионов ее атмосферы. К примеру, их исчезновение или появление может понизить или повысить температуру воздуха на 10 градусов Цельсия или даже более высокие значения, а также резко изменить высоту воздушной прослойки Марса в окрестностях его полюсов. Привлекает внимание еще одно интересное исследование. Анализ двух сотен пересохших русел показал, что глубокие и широкие реки существовали на поверхности Марса на протяжении неожиданно долгого времени. Ведь на Марсе существовали океаны воды, содержащие в себе почти столько же жидкости, как и наш северный ледовитый океан. Это делает историю исчезновения воды совсем необъяснимой и загадочной. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древней эпохе Марс мог быть слишком холодным и сухим для формирования океанов. Другие исследователи предполагают, что вода на нем была, но она могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов или после падения крупных астероидов с пояса. В любом случае, все эти параметры отражают то, какие климатические процессы питали эти водоемы, а также то, насколько постоянными и стабильными были эти реки. Дело в том, что большие объемы воды могли проходить через эти русла только в том случае, если климат Марса во времена их существования был достаточно теплым и для образования снега и для формирования дождей. Как это было возможно без плотной атмосферы и большого количества парниковых газов, сказать пока сложно. Еще одним интересным открытием стали ледники Красной планеты, которые не стоят на месте, а движутся вниз по склонам гор и равнинам, отступая и наступая по мере повышения или понижения температур. Эти движения льдов не проходят бесследно. Для поверхности планет на ней возникают очень специфические формы рельефа, такие как фьорды, друмлины и другие объекты, однозначно свидетельствующие о том, что здесь когда-то существовал ледник. Стоит обратить наше внимание еще на кое-что очень интересно. На так называемых песчаных пауков Марса. Конечно нет, они не будут перекусывать поселенцами, они не такие. Но кое-что мы знаем наверняка. Марс, как и Земля, обладает своей собственной погодой, системой ветров и климатом. И эти каньоны, пауки, как показали наблюдения, постоянно увеличивались в размерах. Что же заставляет их расти? На самом деле в рождении этих форм рельефа задействованы марсианские песчаные дюны и залежи сухого льда, замороженные углекислоты, покрывающие барханы. Летом и весной, когда температура воздуха и почвы на Марсе резко возрастает, часть льда прогревается и тает. Таким образом, сухой лед превращается в углекислый газ, и под поверхностью ледника возникает гигантский пузырь из газа, давление в котором растет. Через некоторое время оно достигает критической точки, лед лопается и СО2 вырывается в атмосферу Марса через трещину. Вместе с газом на поверхность льда и покрывающей его пыли попадает гигантское количество песка, которое благодаря высокому давлению превращает этот воздушный гейзер в своеобразную пескоструйную машину, обдирающую поверхность. Поэтому трещины, через которые выходит газ, растут каждый сезон и превращаются в тех самых гигантских пауков. Тяжело осознавать, что 4 миллиарда лет назад Марс, вероятно, был похож на Землю. То есть обширные его пространства были залиты, скорее всего, мелководным океаном, может быть глубиной в несколько сотен метров, а не километров, как на Земле. Но, безусловно, вода там была, сомнений в этом уже нет. Однако проходили миллиард за миллиардом лет, и Марс умирал, остывая и теряя почти всю свою атмосферу. Два альпиниста с триумфом стоят на вершине Олимпа Марса, высота которого достигает 26 тысяч метров. После долгого пути и огромных усилий они достигли того, о чем мечтали с тех пор, как люди впервые ступили на Марс. Неужели восхождение на марсианский Олимп возможно? Если да, то сколько займет времени такая экспедиция? Какие опасности подстерегает путешественников? И неужели это будет самый сложный подъем за всю историю человечества? Для того, чтобы это проверить, вспомним о самой высокой горе здесь, на Земле. Речь идет о Джамалунгме, известная больше под именем Эверест. Высота 8 848 метров над уровнем моря. За все время на Эверест было совершено 9159 восхождений. Во время экспедиции на Эверест погибли 308 человек. Основные причины смерти – сход лавины, падение и травмы, высотная болезнь, обморожение, солнечное облучение и другие проблемы со здоровьем, вызванные особенностями восхождения на такой высоте. Можно ли ожидать подобного сценария на горе Олимп? Для этого вновь мысленно перенесемся к Марсу, к нашей экспедиции. Только в самое начало. И станем ее частью. Итак, гора Олимп на Марсе – самый большой вулкан среди всех известных в Солнечной системе. Его высота от основания более 26 километров, а ширина составляет 540 километров. Вулкан заметен даже с Земли. До первых полетов космических спутников место на Марсе, где стоит Олимп, было известно как Снега Олимпа. Вулкан лучше отражает солнечный свет и с большого расстояния выглядит как белое пятно. Он появился во время алмазного периода – периода, когда Марс перестал быть атакованным огромным количеством метеоритов и стал сухой холодной планетой, которую мы и видим сейчас. И хотя мы сравниваем Эверест с марсианской горой Олимп, мы должны понимать, что это абсолютно два удивительных, но все же радикально разных мест. Эверест – это совершенно другой вид горы. Все маршруты предполагают различные степени сложного лазания. Гора Олимп же – это своего рода сплюснутый марсианский пирог, размером с Францию. И на самом деле, в отличие от Эвереста, наклон вершины Олимпа настолько незначителен, что вы можете и не ощутить, что находитесь на горе. А учитывая притяжение планеты, будет казаться, что вообще все очень легко, поскольку речь идет всего о 5% подъема. Это больше похоже на прогулку. Прогулка, которая займет 70% всего восхождения. И хотя перед вами будет однообразный горизонт плоской по сути горы, вы когда-нибудь доберетесь до Кальдеры. Вероятно, самая удивительная вещь на горе Олимп. Вот там уже будет поинтереснее. Поскольку на протяжении всей окружности вас ждут ряд скал высотой от 4 до 6 км. Здесь вам и понадобится оборудование, навыки и мастерство лазания. И, возможно, немного успокоительного. Хотя нет, к этому восхождению вы готовились всю свою жизнь. Чтобы не потеряться в лабиринте из скал, будет разумно использовать спутниковые снимки. Или, скорее всего, дроны, которые найдут самый простой маршрут к цели. Какой только можно вообразить. Вас ждет нелегкий путь. Не только обилие гор, но и измененный ландшафт. Он будет все менее проходим. Например, магматические горные породы, образовавшиеся в результате застывания на марсианской поверхности. Лавы, излившиеся по вулканическим каналам или трещинам в марсианской коре. Такие как реолиты, трахиты, андизиты и базальты. И хотя местность в основном будет покрыта пылью красной планеты, некоторые места все же будут обнажены. Вы сможете увидеть под ногами вулканическое стекло, мелкие кристаллы, называемые микролиты. И более крупные частицы порфировых выделений. Пройти столь тяжелый участок в марсианских условиях будет невероятно сложно. Ведь атмосферное давление на вершине Олимпа составляет лишь 2% от давления, характерного для среднего уровня марсианской поверхности. Для сравнения, давление на вершине Эвереста составляет 25% от показателя на уровне моря. Кроме того, нужно учесть смертельные факторы, такие как перепады температур. Летом Красная планета может прогреться до 20 градусов по Цельсию, а ночью температура падает до 90 градусов по Цельсию. Не стоит забывать и о радиации. За год жизни на Красной планете такой путешественник накопит около 15 рентген ионизирующего излучения, что в 300 раз больше предельной годовой дозы для работников атомной промышленности. Но поверим в чудо, или скорее в технологии будущего, или скорее фантастические технологии далекого будущего, благодаря которому уже несколько недель не только живы, но и успешно приблизились к цели. И ваша группа путешественников, несмотря на облучение, перепады температур, давления, ссадины и переломы, добрались до кальдеры Олимпа. Хотя это получилось и не у всех. Длина вулканической кальдеры 85 километров, ширина 60 километров. Глубина кальдеры достигает 3 километров, благодаря наличию шести вулканических кратеров. Для сравнения, у крупнейшего на земле вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах диаметр кратера составляет 6,5 километров. Теперь, стоя на самой высокой точке обода, перед вами открывается потрясающий вид. Олимп Марса настолько велик, что вы можете видеть только часть из многих ям и углублений, образованных кальдер. Лововые потоки, трещины и несколько ударных кратеров покрывают поверхность. Пыль от ежегодных штормов перемещалась между базальтовыми породами и потоками. На этой высоте ваша экспедиция фактически стоит в космосе, над большей частью марсианской атмосферы. И звезды можно легко увидеть над головой. В атмосфере ниже, в конце полуденного неба, начинают появляться тонкие голубые водяные ледяные облака. Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты. Дистанция необходимая для обозрения вулкана столь велика, что он будет скрыт из-за кривизны поверхности. Поэтому полный профиль Олимпа можно увидеть только с воздуха или орбиты. Аналогично, если встать на самой высшей точке вулкана, то его склон уйдет за горизонт поверхности. В любом случае, вы покорили Олимп. Грязные костюмы членов экспедиции показывают износ от долгих недель, которые понадобились, чтобы взобраться на самую огромную гору в Солнечной системе. На старте в экспедиции было пять участников, но до финиша сумело дойти только двое. Что произошло с остальными, история умалчивает. Может пришло время рассказать? Что ж, тем не менее, можно отпраздновать. Для этого вы прихватили с собой марсианского Эля. Хотя постойте, у вас же скафандр. Интересно, а сколько понадобится времени для восхождения на Олимп Марса? При озвученных проблемах сказать сложно. Однако для сравнения, восхождение на Эверест занимает от двух до четырех недель, так как необходимо совершать частые остановки, чтобы тело приспособилось к высоте. Если представить, что марсианский Олимп оказался на Земле, то потребуется еще больше остановок для акклиматизации, больше лагерей, больше отдыха для уставших путников. Такое восхождение заняло бы от полутора до трех месяцев. И это на Земле. На Марсе же. К счастью, этот вопрос не входит в повестку дня этого поколения. Чтобы отправиться к Красной планете, орбитр выполнил семь маневров. Седьмой маневр вывел зонд на траекторию полета к Марсу. 24 сентября 2014 года зонд достиг цели и вышел на орбиту планеты Марс. Почти полутора тонны зонд унес с собой пять научных приборов. Цветную камеру, датчик метана, фотометр в линии нейтрального водорода Лайман-Альфа, анализатор нейтральных атомов экзосферы и строящие изображения спектрометра среднего инфракрасного диапазона. Их функции. Цветная камера предназначена для получения снимков поверхности Марса, а также погодных явлений, облаков и пылевых бурь. Датчик метана способен измерить содержание метана в атмосфере Марса с точностью в несколько миллиардных долей, а также нанести на карту источники этого газа. Фотометр в линии нейтрального водорода поможет изучить атмосферные процессы на Красной планете, а также измерить содержание диетерия и отношения в ее верхней атмосфере. Строящий изображение инфракрасный спектрометр поможет найти геотермальные источники на поверхности, если они, конечно, там есть. Благодаря своим научным бортовым инструментам, зонд хоть и скромно, но успешно собрал информацию о поверхности Красной планеты, а также о ее атмосфере. И, конечно, сделал интересные снимки планеты Марс. И открывает нашу галерею этот потрясающий вид. Кстати, зонд Монгальян сделал эту фотографию в 3D, так что если у вас где-то завалялись 3D очки, немедленно ими воспользуйтесь. Снимок был сделан с расстояния 74 500 километров от поверхности Марса. Далее на фотографиях великолепно видна южно-полярная шапка Марса и области бушующих штормов. Фотографии были сделаны с расстояния 66 540 километров. Снимок очередной раз подчеркнул, что Марс во многом похож на Землю. Имея множество одинаковых систем, которые характеризуют наш родной мир. Как и у Земли, у Марса есть атмосфера, гидросфера, криосфера и летосфера. Другими словами, на Марсе есть системы воздуха, воды, льда и геологии, которые взаимодействуют друг с другом, создавая марсианскую среду. На этом снимке мы наблюдаем, как арбитр захватывает потрясающий вид. Ну и, конечно, на снимке вы можете заметить знаменитую гору Олимп, которая расположена в западном полушарии Марса. Далее гигантская система каньонов, именуемая долином Маринер. Неподалеку лежит широкая вулканическая плата с трио огромных вулканов, принадлежащих территории провинции Форсида. Среди них гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская. Все четыре вулкана принадлежат группе щитовых вулканов. Как нам известно, захватить красивые кадры с Фобосом не так-то просто. Однако 15 октября 2014 года индийский орбитальный аппарат сделал невозможный. Перед нами четыре кадра, на которых 25-километровый Фобос виден на фоне Марса. Подобно многим другим малым телам Солнечной системы, Фобос очень темный, он отражает только 7% падающего на него солнечного света. Альбедо Марса тоже невелико, около 15%, но он более чем в два раза ярче Фобоса. 19 октября комета Сайдинг Спринг пронеслась на расстоянии 185 тысяч километров от Марса, и ее сняли практически все космические аппараты, которые работают на орбите или поверхности Красной планеты. Индийский зонд не был исключением. Он сделал серию снимков, когда комета находилась на расстоянии от 180 тысяч до 130 тысяч километров. К сожалению, комета не оправдала ожиданий. Размер ее ядра оказался менее 500 метров, поэтому с такого расстояния и на широкоугольную камеру спутника она выглядит как небольшое размытое пятнышко. Тем не менее, зонд-арбитр пытался. Спасибо ему. Перед вами каньон Афир Часма, является частью долины Маринео. Гигантская система каньонов на Марсе. Снимок был сделан 19 июля 2015 года с расстояния 1857 километров. Каньон имеет крупные склоны. Здесь имеются большие запасы слоистых материалов, возможно даже сульфатов. Каньон имеет длину около 317 километров и был назван в честь Афира, земли упомянутой в Библии. Далее зонд-арбитр наблюдает купол Форсида, потуший щитовидный вулкан на Марсе, расположенный в области Форсида. Вулкан имеет относительно крупные склоны. Куполообразная форма структуры привела некоторых исследователей к выводу, что вулкан сформировался из вязкой, кремниевой или пирокластовой лавы, а не из базальтовой лавы, как обычно. Неподалеку располагается гора Арсия, потухший вулкан на Марсе, расположенный в районе провинции Форсида. Диаметр горы Арсии составляет около 435 километров, а ее высота равна почти 19 километров. Изображение было принято 1 апреля 2015 года с высоты 10 тысяч километров. Вулкан назван в честь легендарного римского леса Арсия Сильва. Еще одно изображение марсианского вулкана, известного как гора Паттера Терения. Это один из старейших вулканов на Марсе. Как следствие значительного возраста, он имеет довольно много радиальных оврагов на своих склонах. Также индийский зонд Мангальян получил детальные фотографии самой высокой горы Солнечной системы, вулкана Алим, на вулканическом плато Форсида у экватора планеты. Вулкан Олимп высотой более 21 километра, расположенный в западном полушарии Марса. Диаметр его кальдеры составляет фантастические примерно 70 километров, а глубина этой воронки превышает 3 километра. Благодаря огромной высоте давления на вершине Олимпа составляет всего 2% от того уровня, который наблюдается у поверхности Марса. Изображение получено с расстояния 55 тысяч километров. Для получения этого снимка использована техника HDR. Смысл состоит в следующем. Снимается серия кадров в разной экспозиции, а затем объединяется в один кадр с выровненными условиями освещения. Взгляд охватывает северное полушарие Марса. В верхней части видна полярная шапка. Судя по ней, сейчас лето в северном полушарии. Летим отдыхать. В нижней части диска видна долина Маринера. Здесь видно только северное полушарие. Судя по оледенению, в приполярии это ранняя осень или поздняя весна. Углекислого льда совсем мало. Северную полярную шапку окружают темные пески, которые когда-то были на дне древнего Марсианского океана и многие другие удивительные и малоизвестные кадры. К сожалению, несмотря на впечатляющий арсенал научных приборов, никаких сенсаций не произошло. И миссия Арбитр получилась более технологическая, нежели научная. Наиболее любопытными были бы данные по метану, однако датчик метана не обнаружил этот газ в атмосфере Марса. Вероятнее всего из-за неисправности прибора. Орбитальная станция Монгальян продолжает работу на орбите вокруг Марса до сих пор, спустя 7 лет. Это удивительно, поскольку Индия никогда не предпринимала попыток межпланетного полета. А Марс, как мы знаем, очень коварен. Ведь по статистике около 50% космических кораблей, отправленных на Марс, терпят неудачи либо при запуске, либо при попытке выйти на орбиту, либо при приземлении на поверхность. А Индия сделала это с первой попытки, имея бюджет в 10 раз меньше, чем аналогичные миссии. Они по праву достойны похвалы. На сегодняшний день космический корабль остается в хорошем рабочем состоянии. С топливом, по крайней мере, еще на один год эксплуатации. Спасибо зонду за отличные снимки, а инженерам за их труд. Вы большие молодцы. Марс, четвертая от Солнца планета Солнечной системы, вращается по вытянутой эллиптической орбите. Своё название планета получила в честь древнеримского бога войны. Часто Марс именуют красной планетой из-за оттенка поверхности, вызванного высоким содержанием оксида железа. Марс относится к земной группе планет Солнечной системы. Помимо него и Земли, в нее входят также Венера и Меркурий. Среди этой группы Марс наиболее схож с Землей, ведь в его атмосфере, пусть и в малом количестве, содержится кислород. Присутствует вода в полярных шапках в виде льда. Слишком низкое атмосферное давление не позволяет существовать в воде на поверхности в жидком виде. На этой планете, как и на Земле, есть вулканы. На Марсе наблюдаются извилистые долины и углубления, похожие на русла рек. Такие образования могут быть связаны с водной и ледниковой эрозией и свидетельствовать о том, что несколько миллиардов лет назад эта планета имела более плотную атмосферу и гидросферу. При этом, в отличие от Венеры с ее очень плотной и ядовитой атмосферой, Марс является более перспективным небесным телом для поиска следов жизни и, возможно, колонизации в будущем. Однако отправка на Марс космических аппаратов сопряжена с трудностями. Расстояние между Землей и Марсом колеблется от 55 миллионов километров, когда обе планеты находятся по одну сторону от Солнца, до 400 миллионов километров, когда Солнце находится между ними. Наиболее удобное время для запуска наступает во время сближения планет. Такие периоды происходят примерно раз в два года и длятся около трех месяцев. Этим окном пользуется человечество многие десятилетия. Сейчас на планете Марс находится около двух десятков рукотворных устройств, которые все же достигли поверхности планеты. Но, как вы знаете, исход был далеко не у всех успешный. Три советских аппарата, десять американских, один британский и скиапарели, построенные специалистами Европейского космического агентства. Общая масса всех искусственных объектов, которые сейчас находятся на планете, включая разбившихся более семи тонн. Конечно, не обо всех известно. Поэтому точное число искусственных аппаратов, которые сейчас заметает марсианский песок, назвать нельзя. Немного истории о Марсе. В 1971 году поверхности Красной планеты достигли две автоматические межпланетные станции Марс-2 и Марс-3. Каждая донесла маленький марсоход Проп-М. Коробочку на полосях, привязанную к стационарному модулю 15-метровым кабелем. Пропы должны были дать первые снимки поверхности далекой планеты, сделанные на месте. Обоим не повезло. Садились они в разгар той самой страшной, глобальной пылевой бури в ноябре и декабре 1971 года. Аппарат Марс-2 разбился при посадке. Марс-3 сел без повреждений. И это была по-настоящему победа. Первая успешная мягкая посадка на поверхность Марса в истории. Станция даже начала передавать на Землю телесигнал, но через 15 секунд прекратила и больше не выходила на связь. Что же случилось? До сих пор непонятно. Первой полностью успешной миссией на Марс стали пары. Орбитальная станция-посадочный модуль миссии Викинг. Первый Викинг успешно опустился на поверхность и проработал больше шести лет. Викинг работал бы и дальше, если бы не ошибка оператора при обновлении программы. Аппарат навсегда замолчал в 1982 году. Второй Викинг продержался 4 года, пока работали аккумуляторы. Викинги сделали и прислали на Землю первые фотографии Марса, в том числе панорамные и цветные. С тех пор Марс не навещали, пока в 1996 году не поднялась ракета-носитель Дельта-2 с аппаратами миссии, впоследствии названной в честь Карла Сагана и марсоход Соджорнер. Аппарат проработал больше 80 солов, проехал 100 метров по поверхности, отправил на Землю множество фотографий поверхности Марса и результаты исследований. С 2004 года начинается история более тщательного исследования Красной планеты. Один за другим на Марс садятся 4 аппарата, 3 марсохода. Spirit, Opportunity, Curiosity и автоматическая станция Phoenix. К настоящему времени Phoenix, Spirit и Opportunity покинули марсианский мир. А вот Curiosity до сих пор осваивают долины Марса. Позднее присоединяется зонд Insight, настоящий профессионал в своем деле. Есть и аппараты, которые кружают на орбите Красной планеты. Рассмотрим самые интересные данные, которые смогли передать исследователи Марса за все время. Аппараты Viking изучали Марс в течение нескольких лет как с орбиты, так и непосредственно на поверхности. Были проведены эксперименты по обнаружению микроорганизмов в грунте, не давшие положительного результата. Основными элементами в почве, по данным спектрометра викингов, были кремний 13%, железо 15%, кальций 7%, алюминий 5% и титан 1%. Впервые был сделан химический анализ грунта и переданы фотографии поверхности. Посадочные аппараты длительное время вели наблюдение марсианской погоды, а по данным орбитальных модулей была составлена подробная карта Марса. Оба аппарата взяли образцы почвы в качестве проб для анализа на наличие жизни. Выявлена относительно высокая химическая активность грунта, но однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось. Орбитальный зонд Марс-Одиссей, запущенный в 2001 году, сумел обнаружить крупные запасы воды на Марсе. Стало известно, что в некоторых областях на глубине порядка 45 сантиметров залегает порода, состоящая из замерзшей воды на 70% по объему. Позже это предположение было подтверждено и другими аппаратами, но окончательно вопрос о наличии воды на Марсе был решен в 2008 году, когда зонд Феникс, севший вблизи северного полюса планеты, получил воду из марсианского грунта. Орбитальный зонд Марс-Экспресс, отправленный в 2003 году, обнаружил в атмосфере Марса метан, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете, потому как метан не может долго находиться в марсианской атмосфере. Следовательно, его запасы пополняются либо в результате жизнедеятельности микроорганизмов, либо вследствие геологической активности. А благодаря снимкам исследователи смогли детально рассмотреть удивительные ландшафты Марса. Марсиоход Opportunity дал определение распространения и состава минералов, горных пород и почв, которые окружают место посадки. А при анализе грунта стало понятно, что когда-то на Красной планете могла быть жизнь, поскольку были обнаружены необходимые для этого химические элементы углерод, водород, кислород, азот и сера. За время своей миссии Curiosity неоднократно фиксировал выбросы метана в атмосферу планеты. На основе данных с этого марсохода исследователи пришли к выводу, что на Красной планете присутствуют сложные органические соединения. Вопрос об их происхождении остается открытым и пока неизвестно, являются ли эти соединения остатками организмов, результатом химических реакций с различными породами или они попали на Марс вместе с кометами и другими космическими объектами. Кроме этого, марсоход делает потрясающие снимки и продолжает исследовать ландшафт. Космический зонд InSight впервые в истории зафиксировал марсотрясение на планете. Подобные события могут рассказать о внутреннем строении Красной планеты. Аппарату также удалось записать шум ветра. Кроме того, на автоматической станции, которая будет оставаться на одной точке на протяжении всего цикла исследований, установлена аппаратура для замера температуры почвенных слоев, а также бур длиной 6 метров. Всего за всю историю освоения космического пространства Земли к Марсу официально было отправлено 44 миссии автоматических космических аппаратов разных стран. Из них 16 миссий успешны, 7 частично успешны, а 21 миссия потерпела неудачу. На 2020 год, когда будет очередное сближение нашей планеты с Марсом, запланировано несколько миссий разных стран. Начнется второй этап российско-европейского проекта «Экзомарс», предусматривающий доставку на поверхность планеты спускаемого модуля с посадочной платформой и автоматическим марсоходом «Пастор». Также планируется запустить пятый планетоход «Марс-2020». Индия намеревается отправить к красной планете второй зонд «Мангальян-2». Китай планирует осуществить миссию, включающую исследования Марса с помощью орбитального аппарата и марсохода. Арабские Эмираты готовятся отправить к планете свой первый аппарат – «Марс-Холп». В 2022 году может состояться запуск японской автоматической станции с целью доставки грунта со спутников Марса – Фобоса и Деймоса. В 2024 году Россия собирается повторить попытку по забору образцов вещества с Фобоса. Проект «Бумеранг. Экспедиция М». Как видим, миссия на красную планету только набирает обороты. Марс подарил человечеству надежду на встречу с иными формами жизни или хотя бы на обнаружение их следов. Поэтому уже несколько веков Красная планета остается источником вдохновения для ученых, писателей-фантастов, поэтов и многих других. Сегодня мы знаем о Марсе довольно много. Очевидно, что разумных форм жизни на Марсе нет. Что же мы тогда потеряли на Марсе? Есть простой ответ. Там находится стимул к дальнейшему развитию всего человечества. Пусть он даже будет очень скромным. Марс пробуждает в людях добрые чувства первопроходцев, исследователей и созидателей. Продолжение следует... Продолжение следует... Время от времени мы слышим громкие заявления о покорении космоса. Вот и сейчас огромная и влиятельная компания SpaceX решили вновь подтвердить свои амбиции по колонизации Марса. А именно, что в течение ближайших 20 лет они намерены отправить на Красную планету одну тысячу космических кораблей, один миллион человек и столько же тонн груза. Что это? Уловка от сказочной феи в новогоднюю ночь? Или такое действительно возможно? Что ж, предлагаем в этом разобраться. Стоит упомянуть, что у компании SpaceX есть четкий план, который обеспечит полет к Марсу 10 космических электричек в день. Впрочем, об этих самых электричках между Землей и Марсом мир слышит от Илона Маска уже не первый год. Официально проект был представлен 8 лет назад на Международном конгрессе астронавтики. Тогда же были озвучены и детали. Транспортная система будет состоять из ракеты высотой не менее 122 метров или примерно 40-этажный дом, корабля и заправочного танкера. В первые годы система сможет перевозить на Марс за один рейс до 100 человек, далее до 200. Правда, тогда компания считала, что первый рейс может состояться уже в 2022 году, а в 2024 году на Марс доставят людей. Однако на данный момент максимум, что мы наблюдали, это стильных манекенов, странствующих на орбите Земли. Именно поэтому мнения экспертов разделились. Кто-то откровенно называет это бредом, а кто-то считает проект вполне реальный, поскольку есть огромные источники финансирования. Как бы там ни было, работа над сверхтяжелой ракетой и Старшип набирает обороты, несмотря на все неудачи, которые ее пока преследуют. Напомним, первый тестовый пуск Старшип был в апреле прошлого года, корабль разрушился. Второе летное испытание состоялось в ноябре 2023-го, взорвалась первая ступень. Полет в нынешнем марте длился уже 50 минут, но на высоте 80 километров связь со Старшип прекратилась, после чего SpaceX сообщила о потере. Новые полеты состоятся уже скоро. Аварии авариями, но это все равно шаги вперед, так как каждый полет лучше прежнего. И как заявил Маск в этом году, компания планирует совершить 6 полетов своего супертяжеловеса. Это конечно хорошие новости и мы можем быть уверены, что у компании все же получится не только взлет и посадка, но еще и прогулка на орбиту Луны и Марса. Не с манекенами, а реальными людьми. Да, когда-то это случится, надеемся при нашей жизни. Но вопрос в другом. Марс относительно далекая, холодная, непригодная для жизни планета. Зачем, как и почему компания SpaceX так в этом заинтересована? Тоже поделитесь своим мнением в комментариях. Ведь правда в том, что космос враждебен человеку чрезвычайно. И пилотируемый полет на Марс при существующей технике – билет в один конец. К тому же проблема доставки на поверхность Марса миллионного города требует не только богатой фантазии, но и ответов на конкретные технические вопросы. И главный из них – какую массу необходимо вывести с Земли на околоземную орбиту, чтобы переселить на Марс миллион человек, ну или, будем скромнее, хотя бы тысячу из них. В конце 50-х годов Вернер фон Браун в своем проекте для отправки экспедиции из 70 человек на Марс предполагал собрать на околоземной орбите 38 тысяч тонн. Это и по сегодняшним меркам фантастика – по 500 тонн на человека. В 1962 году Сергей Королев, разрабатывая межпланетную программу, представил экспертной комиссии вполне реалистичный проект экспедиции на Марс, в котором для отправки трех человек предполагалось собрать на орбите искусственного спутника Земли общий комплекс массы 500 тонн, по 165 тонн на человека. За истекшие полвека эти данные сократить не удалось даже в проектах, ориентированных на многоразовые электрореактивные корабли. Предполагается, что возвращать людей на Землю не будут, и начальную массу на человека можно уменьшить вдвое – до 80 тонн. Поэтому возникает вопрос, как можно поместить 100 человек в ракету, которая всего лишь немного выше Сатурн-5. Да, это возможно. Но не для колонизации, а лишь для легкой прогулки до Луны и обратно. Да, на данный момент сверхтяжелая ракета SpaceX в нынешнем виде 100 человек на Марс не отправят, по крайней мере, живыми. Системой переработки воды и регенерации кислорода на такое количество людей займет очень много места, а достаточного количества провизии даже простейшего сублимата займет почти все место. А вот 10 человек очень даже возможно. На них запасов уместить места хватит, и при этом чувствовать себя они будут очень свободны. Конечно, половина этого будет заполнена ресурсами и грузом, а из другой половины большая часть будет общим пространством. На данный момент тяжеловес SpaceX это не корабль для Марса. Пока нет. Он туда просто с людьми на борту не долетит, не говоря уже о возврате. Даже если выстроить ему такой баланс топлива, чтобы его хватило до посадки, его надо будет заправлять на поверхности Марса. А для этого там сначала надо построить базу с топливной экстракцией и переработкой. И этим будут заниматься роботы, а с этим у них пока не очень. Но это не значит, что планы SpaceX нелепы, это далеко не так. Сами корабли великолепны, как и все те, кто занимается этим проектом. Если все получится, то за ними будущее. К тому же новая двигательная система SpaceX имеет потенциал революционировать пилотируемые космические полеты, помогая людям гораздо быстрее добраться до планет Солнечной системы. Напомним, что Starship и его ракета-носитель Super Heavy оснащены двигателем Raptor, который был разработан с нуля. Это двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива, работающий на жидком метане и переохлажденном жидком кислороде, являющийся самым сложным двигателем в мире. Ракетный двигатель этой схемы работает таким образом, что выхлопные газы из газогенераторов направляется в основную камеру сгорания. Это снижает рабочие температуры газогенераторов и повышает эффективность использования топлива. Не сказать, что это невероятный прорыв, но то, что компания непрерывно делает успехи, которые приближают их к целям, очевидны. На данный момент SpaceX лидер по космическим запускам, который сотрудничает с частными компаниями со всего мира, NASA и другими ведомствами. Конкурировать с компанией сложно из-за крайне низкой стоимости на услуги и высокой производительности. В целом можно сказать, что с приходом SpaceX на рынок подход к космическим исследованиям и путешествиям значительно изменился. Благодаря снижению стоимости запуска и повторного использования ракет, космос стал более доступным. А вот для кого или чего именно? Вопрос открыт. В любом случае космос, особенно дальний, будет исследоваться роботами. По крайней мере еще несколько десятилетий точно. Ну а дальше время покажет, в каком направлении будет развиваться человечество. Может быть у нас есть еще шанс приблизиться к звездам. Феникс стал первым аппаратом, совершившим посадку в полярном регионе Марса. Последний сеанс аппаратом прошел 2 ноября 2008 года. Чуть позже было объявлено об окончании миссии. Что же с ним произошло? Что он обнаружил? И какие данные успел передать на Землю? Предлагаем подробно рассмотреть эту удивительную миссию. Само название Феникс дано космическому кораблю не просто так. Мало кто знает, но Феникс действительно возродился. Дело в том, что после провальной миссии Polar Mars Lander в 1999 году пришлось отменить запланированный пуск другого аппарата, который проектировался на базе полярного аппарата и унаследовал его конструированные недостатки. Сначала корабль поместили в хранилище, но позже извлекли и сконструировали на его основе новый. Можно уверенно сказать, что он возродился из запчастей провалившихся проектов. Путешествие Феникса к Марсу началось 4 августа 2007 года. В течение трех первых месяцев до 26 октября операторы протестировали системы перелетного посадочного модуля и комплекса научных приборов. Тем временем, три искусственных спутника Красной планеты, Марс-Одиссей, зонд МРО и Марс-Экспресс, корректировали свои орбиты с таким расчетом, чтобы все три имели возможность ретранслировать и записывать данные во время входа новой станции в атмосферу, спуска и посадки. Небезучастно остались и два марсохода, которые также участвовали в подготовке, имитируя на протяжении многих месяцев сигналы посадочного аппарата Феникса и позволяя тем самым протестировать ретрансляционные модули орбитальных аппаратов. Из нескольких потенциальных мест был выбран район в зоне Ди, к северу от щитового вулкана Альба. На Марсе выбранный район представляет собой ложбину между двумя грядами невысоких холмов под названием Скандия с 10-километровым кратером Хеймдаль. На его восточной границе в зимние месяцы эти места покрывает северная полярная шапка, а в летние она отступает, оставляя позади один из самых ровных и лишенных камней полярных районов на Марсе. Во время поиска места посадки Феникса, такие ровные участки закрашивали на карте в зеленый цвет. Отсюда и условное наименование «Зеленая долина». Первоначально фаворитом считалась зона Би на другой стороне планеты, но снимки МРО показали, что там слишком много камней. А камни, как мы знаем из предыдущих миссий, могут стать огромной проблемой. Для прилета нового гостя было все подготовлено. И 10 апреля Феникс провел первую подлетную коррекцию для обеспечения входа в атмосферу Марса и посадки в уточненном районе. Аппарат был развернут на 145 градусов и затем на 35 секунде включил двигатели. А по окончании импульса сориентировался астронаправленной антенной AGA к Земле. Маневр оказался настолько точным, что вторую подлетную коррекцию, намеченную на 10 мая, отменили. Две последние недели полета аппарат почти круглосуточно сопровождался станциями сети дальних связей. И, наконец, утром 25 мая Феникс почувствовал притяжение Марса. Именно тогда скорость станции по отношению к планете стала быстро расти. Утром в 8.30 она составила примерно 2800 метров в секунду. 12.30 увеличилась до 3800 метров в секунду, а к моменту входа в атмосферу в 16.30 до 5760 метров в секунду. Мгновение и аппарат входит в плазму, который, как правило, примерно на две минуты блокирует прохождение радиосигналов. И все же радиорепортаж через орбитальный зонд Одиссей получился и заметно снизил напряжение, обычно царящее в зале миссии. Сигнал о раскрытии парашюта пришел на седьмой секунде, позже графика. Затем были подтверждены сброс экрана и штатная работа радиолокатора. А вот здесь, на этом снимке, мы можем увидеть по-настоящему уникальный кадр, как зонд Феникс снижается на фоне кратера Хеймдаль. Пока зонд спускается, стоит упомянуть, что масса Феникса — 410 килограмм. Из них 67 килограмм приходится на топливо, 59 килограмм — на научную аппаратуру. При подходе к планете и во время спуска сбрасывается перелетная ступень — 82 килограмм. Хвостовой обтекатель — 110 килограмм. И лобовой экран — 62 килограмм. Общая масса в полете — 664 килограмма. Есть сигнал касания поверхности Марса. Приземление успешно состоялось. Аппарат остался на полярное равнине и начинает работу, как и планировалось. Группа пристально вглядывается в снимки. Первый фрагмент панорамы, переданный 25 мая Фениксом. Мелкие светлые камни и более темный песок, отчасти сметенные реактивными строями двигателей, троги или канавки, отделяющие друг от друга пятиметровые полигоны. Типичный вид вспученного грунта над вечной мерзлотой. Далее с помощью камеры-манипулятора удалось заглянуть под лендер. Со своей мачтой камера SSI могла видеть только одну посадочную опору из трех. И хотелось убедиться, что две остальные тоже надежно стоят на грунте и что под корпусом Феникса нет крупных камней. Эта попытка принесла неожиданный и очень важный результат. Прямо под зондом камера увидела свободный от песка участок поверхности, очень напоминающий лед. Похоже, что песок в этом месте был сдут реактивной строй посадочных двигателей, обнажив тем самым слой льда на глубине от 5 до 15 сантиметров. Однако исследователи видели и другой возможный вариант, что это была корка, сцементированная просачивающимися к поверхности растворами соединений магния и серы. В субботу, 31 мая, казалось бы, что марсиане нашли Феникс, оставив свой след, пошли за остальными. Но на самом деле это лишь след ковша-манипулятора, который впервые коснулся грунта планеты. Для первого касания была выбрана точка Йети в зоне королей червей, вдали от рабочей зоны манипулятора. Помимо этого, камера на манипуляторе сделала серию снимков снежной королевы с подсветкой светодиодным источниками. Правда, хорошего цветного изображения не получилось. 1 июня 2008 года, в седьмой рабочий день на Марсе, Лендер впервые зачерпнул ковшом горсть марсианского грунта. Первой канавке дали имя Додо. Стенки ее стали почти вертикально, не осыпаясь. А вынутый грунт оказался комковатый, не слишком прочный, но и нерассыпчатый. В ковше, на дне прокопа, был виден яркий материал. На первый взгляд кажется, что это лед, но на самом деле это сцементированная солевая корка, возникшая в результате излияния жидкости от удара метеорита, породившего кратер Хеймдаль. 3 июня марсианский экскаватор сделал еще одну пробную копку, на прежнем месте с подробной фотосъемкой. Манипулятор без проблем отработал свое задание. Со второго раза канавка углубилась до 4 сантиметров, и белое вещество на ее дне и стенках стало видно еще больше. Марсианский материал неожиданно оказался более липким, чем в исследованных ранее районах. Чуть позднее ковш зонда умело переместил часть материала в створки для более тщательного исследования. Снимки подтвердили успех этой операции. Всего в поле зрения оказалось около тысячи песчинок размером до 0,01 мм, которые специалисты отнесли по крайней мере к четырем разным минералам. Среди них были более крупные, черные и блестящие, и более мелкие и красноватые, похожие на виденные ранее пылинки. 12 июня по командам Земли Тега закрыл створки ячейки номер 4, и приступил к многосуточной процедуре нагрева и анализа образцов. Сначала до 35 градусов по Цельсию, затем до 175 градусов и, наконец, до 1000 градусов по Цельсию плавления. Анализ показал, что частицы имеют вулканическое происхождение. По сути, стекло, которое испытало выветривание и превратилось в более мелкие частицы с высоким содержанием железа. Другие образцы показали, что в грунте также содержится 1,5% воды. Признаки воды были несомненные. Прибор обнаружил кислород и водород, а энергопотребление печки во время таяния льда увеличилось на ожидаемую величину. Конечно, лед был обнаружен куда раньше, однако теперь Феникс был первый аппарат, который попробовал марсианскую воду на ощупь и на вкус. Изучив снимки и результаты, руководители миссии решили попытаться загрузить эти образцы с границы между грунтом и льдом в нулевую ячейку газоанализатора. Это был очень сложный прибор для более тщательного анализа, но это слабое утешение, если он из-за ошибки отказывает работать. Это было печально, но такое случается при сложных миссиях. 4 августа атомный силовой микроскоп AFM впервые успешно исследовал часть образца «Чародейка» и показал ученым микрочастицу грунта диаметром около 1 мкм или 0,001 мм. Принцип действия этого микроскопа состоит в ощупывании сверхтонкой кремниевой иглой песчинки, лежащей на дне специального отверстия в субстрате. Кстати, это первый случай использования подобного прибора в истории космонавтики. По итогам миссии были получены следующие результаты. Обнаружены значительные запасы водяного льда под тонким пластом марсианского грунта. Химический анализ почвы показал слабощелочную реакцию, а также найдены водорастворимые соединения, такие как натрий, кальций и хлор. А это значит, что грунт вполне может стать пригодным для будущих миссий по колонизации. По крайней мере, это осуществимо. За весь период работы зонд Феникс сделал 25 тысяч снимков, которые представляют огромный массив ценных сведений о составе и свойствах экземпляра грунта планеты Марс. Нельзя не отметить и три уникальных снимка Феникса, которые несомненно вошли в историю Марса. Восход Солнца на планете Марс. Великая равнина, покрытая инеем. И прекрасный снимок пылевого вихря на красной планете. Но все рано или поздно заканчивается. 10 ноября 2008 было объявлено о прекращении работы посадочного аппарата. Вместо трех месяцев по плану, зонд проработал более пяти и вышел из строя из-за резкого падения зарядного тока от солнечных батарей в условиях пылевой бури. И вот почти 10 лет спустя орбитальный зонд сделал снимок места спуска Феникса. Он по-прежнему стоит на поверхности планеты и продолжает покрываться толстым слоем марсианской пыли. Да, миссия Феникса была сложной и важной. Но аппарат справился со всеми поставленными задачами и передал на Землю важнейшие сведения. Спасибо Фениксу и всей команде этой по-настоящему исторического путешествия. Пыльный, холодный, пустынный мир с очень тонкой атмосферой. Все это четвертая планета от Солнца – Марс. Тем не менее, Марс также является динамичной планетой. С временами года – полярными ледяными шапками, каньонами и потухшими вулканами. Множество миссий были организованы на планету Марс, начиная от пролетов зондов до роверов на поверхности. Сегодня международный флот, состоящий из восьми орбитальных аппаратов, изучает Красную планету сверху, а поверхность Марса исследует ровер Curiosity, Perseverance с вертолетом Injunity, пускаемый аппарат InSight, а также китайским марсоходом Zhuzun, который, правда, по состоянию здоровья так и не вышел из зимней спячки. Все эти роботы-исследователи обнаружили множество доказательств того, что миллиарды лет назад Марс был гораздо более влажным и теплым, с теплой атмосферой, а также отправили на Землю различные данные за последнее время, о которых мы и расскажем в этом выпуске. И начнем мы исследования с орбиты Красной планеты. Что ж, минуло более 20 лет, как орбитальный аппарат Одиссея, до сих пор изучает марсианскую поверхность, обогнув планету уже более 94 тысяч раз. За это время зонд составил карту не просто ландшафта, а минералов на марсианской поверхности. Одиссей обнаружил залежи небольшого количества льда там, где его быть не должно. Зонд продолжает наблюдать, как меняются времена года, климат и погода. Тем временем зонд Мэйвен, запущенный в 2013 году, продолжает изучать атмосферу Марса и исследовать, как и почему она изменяется. Последние данные сообщили, что солнечный ветер отвечает за потерю Марсом атмосферы на протяжении многих лет, так как экранизирующий эффект глобального магнитного поля был потерян вследствие охлаждения планеты. А вот космический аппарат МРО осуществляет наблюдение за любыми потенциальными местами для посадки на Марсе сейчас и в будущем. И в связи с этим находит порой нечто по-настоящему интересное. Например, совсем недавно камера Hi-Rise на борту этого зонда сделала снимки песчаных дюн, покрытых инеем сразу после зимнего солнцестояния. Дело в том, что когда на Марс приходит зима, его поверхность превращается поистине не похожей ни на что мир. Самый холодный из них наблюдается на полюсах планеты, где температура достигает минус 123 градуса по Цельсию. Но как бы не было холодно, на Марсе не стоит ожидать метели и снежных сугробов, и снеговика слепить будет непросто. Тем не менее, на планете наблюдается уникальное зимнее явление. Здесь можно встретить два вида снега. Водяной лед и углекислый газ, или сухой лед. Поскольку марсианский воздух настолько разрежен, а температура настолько низкая, что снег из водяного льда сублимируется и превращается в газ, еще до того, как коснется поверхности. А если бы вы прихватили с собой лыжи, то вам пришлось бы идти в кратер или на склон скалы, где снег мог бы скапливаться на наклонной поверхности. Снег также выпадает только по праздникам, в большем количестве в самых холодных экстремальных зонах Марса, на полюсах, под облачным покровом и ночью. А еще благодаря орбитальным зондам теперь мы знаем кое-что о марсианских снежинках. Как правило, при замерзании молекулы воды сцепляются друг с другом, и такие снежинки на Земле имеют шесть граней. Тот же принцип применим ко всем кристаллам. То, как расположены атомы, определяет форму кристалла. А вот углекислый лед имеет симметрию четырех, поэтому снежинки и сухого льда имеют форму куба. Такие снежинки будут меньше, чем ширина человеческого волоса и напоминают холодную пыль. Но, возможно, самое сказочное открытие происходит в конце зимы, когда весь накопившийся лед начинает таять и сублимироваться в атмосферу. При этом лед приобретает причудливые и красивые формы. Такое таяние также вызывает извержение гейзеров. Прозрачный лед позволяет солнечному свету нагревать газ под ним, и этот газ, в конце концов, вырывается наружу, выбрасывая на поверхность веера пыли. Вот такие последние данные мы получили от орбитальных зондов на планете Марс. Но давайте спустимся на поверхность Красной планеты и обратим внимание на работу местных и рабочих роверов. И начнем мы с марсохода Curiosity, который изучает Марс 2012 года и продолжает нас удивлять, несмотря на дырявые колеса, прожженные суровым климатом Марса. Например, в феврале этого года аппарат наблюдал первые солнечные лучи, просвечивающиеся сквозь облака на заказе. Да, марсианские закаты отличаются неповторимым настроением, но это вполне возможно, хотя и довольно редкое явление. В то время как большинство марсианских облаков висит на высоте не более 60 километров над поверхностью и состоят из водяного льда, облака на последних снимках находятся еще выше, где особенно холодно. Это позволяет предположить, что эти образования состоят изо льда, содержащего углекислый газ или сухого льда. А вот здесь мы наблюдаем, как при освещении солнечным светом появляется радужный пони в виде причудливого облака. Такие волшебные переливы означают, что размер частиц и кристаллов в течение времени меняется по всему образованию, что также является довольно редким явлением. Среди последних открытий, сделанных марсоходом-ветераном, также рябистые текстуры горных пород, свидетельствующие о существовании озер. Когда Curiosity добрался до сульфатоносного блока в окрестностях горы Шарп, исследователи решили, что увидели последние свидетельства того, что в этом районе Марса когда-то были озера. Это объясняется тем, что слои горных пород здесь сформировались в более сухих условиях, чем в регионах, исследованных ранее в ходе миссии. Считается, что сульфаты, соленые минералы были оставлены, когда вода высохла до последней капельки. Когда-то, миллиарды лет назад, волны на поверхности мелкого озера, баламутили осадок на его дне. Со временем осадок сформировался в камне со странной текстурой, который является самым четким свидетельством волн и воды, когда-либо обнаруженным Curiosity. Тем временем марсианский посадочный модуль InSight, покрытый толстым слоем пыли после бури, доживает свои последние дни. Но космический аппарат не стоит без дела и смог передать важные данные. Зонд обнаружил еще одно марсотрясение. Само по себе это не является неожиданностью, но это самое крупное из них, мощность которого в пять раз превышает силу предыдущего рекордсмена. Его магнитуда составила 4,7 и отголоски продолжались в течение 10 часов после события. Другие подземные толчки отдавались эхом всего около часа. По оценкам команды, источник марсотрясения находится примерно в 2000 километрах от посадочного модуля. Тем не менее, сейсмические волны дошли до детектора космического аппарата. Считается, что причиной стал шлейф подповерхностной мантии. Сильная сейсмическая активность представляет большой интерес, потому что позволяет больше узнать о планете, о ее составе под поверхностью. Вообще, с момента посадки аппарата InSight на Марсе было зарегистрировано более 700 серий толчков. Похоже, Марс жив и активен гораздо больше, чем мы думали. А что можно сказать о работе самого молодого ровера, Perseverance? Этот марсоход начнет третий год работы в кратере Джезеро. Шестиколесный марсоход с ядерным двигателем изучает геологические особенности, чтобы найти признаки древней микробной жизни и лучше понять процессы, сформировавшие поверхность Марса. Perseverance осмотрел и собрал данные о сотнях интригующих геологических объектов. Помимо этого, марсоход собрал два образца ориголита и один образец атмосферы, а также другие экземпляры. За это время марсоход сделал уже более 166 тысяч снимков. К примеру, на этом фото Perseverance демонстрирует собранную коллекцию образцов на Марсе. Даже марсоходы знают, не сфотографировал, не сделал. Последующие миссии НАСА помогут собрать эти образцы на Землю для углубленного анализа. Что ж, исследования Марса продолжаются до сегодняшнего дня и уже дали нам много ценной информации о Красной планете. Но, несмотря на это, Марс пока остается загадочным и во многом непостижимым объектам, которые, возможно, скрывают в себе еще множество тайн, ждущих своего открытия. С незапамятных времен людей интересовало устройство мира, в котором мы живем, а затем и миры за его пределами. И пусть за последнее столетие наши представления о Вселенной стали намного точнее, она все еще хранит много тайн. В том числе, существуют ли другие инопланетные цивилизации. В фантастических книгах и фильмах человек то и дело встречается с инопланетянами. Их внешность может необычайным образом отличаться от нас. Они могут быть похожи на птиц, растения или вообще нечто фантастическое и необъяснимое. Но можем ли мы определить, как хотя бы примерно могли бы выглядеть представители других звездных систем? На самом деле это можно сделать, по крайней мере, мы попытаемся. И оттолкнемся от того, как выглядим мы с вами и почему именно так и никак иначе. Вы наверняка знаете, что все на свете вещи, как живые, так и неживые, состоят из молекул, а молекулы из атомов. Атомы как будто маленькие кирпичики из конструктора лего. Как из кирпичиков лего можно собрать самокат, курицу и ракетный ранец, также и атомы. Соединяясь между собой в разных комбинациях превращаются в самые разные вещи. От простой воды до Николаса Кейджа. Сейчас таких кирпичиков атомов нам известно 118 штук. Все они перечислены в таблице Менделеева из школьного учебника химии. В живых клетках встречаются и другие химические элементы, иногда очень важные. Например, для человека очень нужен кальций, который делает крепкими наши кости, зубы и, надеемся, нервы. Или железо, которое входит в состав наших красных кровяных клеток. И, скажем, такие морские животные, как галатурии и исциди, содержат необычайно много редкого металла ванадия. Но для чего он нужен до сих пор не ясно. Однако, если мы возьмем все живые организмы, живущие на Земле, то увидим в их составе прежде всего 6 основных элементов. Но почему? Почему из 180 доступных кирпичиков для создания жизни на Земле работают только эти 6? Почему так произошло, что имея избыток деталей, позволяющие собрать космический шаттл, мы довольствуемся синим трактором? По логике вещей, для создания жизни были использованы самые распространенные атомы, встречающиеся во Вселенной. Но так ли это? Давайте проверим. Итак, самый распространенный в нашей Вселенной химический элемент это водород. Попали. На втором месте гелий. Не попали. Но у нас есть оправдание. Гелий представляет собой инертный, то есть ленивый газ, который крайне неохотно и редко вступает в химические реакции. А для того, чтобы создать живой организм с его интенсивным обменом веществ, такой газ не годится. Что у нас дальше? Азот. Есть. Углерод. Есть. Кислород. Есть. А дальше снова неон, натрий, магний, алюминий, кремний, сера. Сера только на 11 месте по распространенности, а фосфор, он не попал даже в первую двадцатку. Но для жизни на Земле фосфор исключительно важен. Он входит в состав молекул ДНК и РНК, хранящих наследственный код, позволяющих организмам воспроизводить самих себя. А еще в состав молекул АТФ и АДФ, которые отвечают за передачу энергии внутри живой клетки. Без них жизнь стала бы невозможной. Таким образом, наша гипотеза о том, что для создания жизни природа выбирала то, что под рукой, сама распространенная, проверки не выдерживает. И сказать по правде, точного ответа на эту самую загадку исследователи пока не смогли отыскать. Возможно, когда-нибудь найдут. А может быть, здесь и не было никогда никакой загадки. Неужели это просто случайность? Задумайтесь. Из нашей великолепной шестерки наиболее важным для жизни элементами будут углерод, водород и кислород. Почему? Начнем с углерода. Углерод – это вообще важнейший элемент. Недаром наука химия еще со школы подразделяется на органическую химию и неорганическую. Атомы углерода благодаря своим особым свойствам могут образовывать длинные цепочки, кольца и даже сетки с многочисленными крючочками по бокам. Эти крючочки позволяют присоединять другие атомы. Таким образом, получаются очень большие и сложные молекулы, такие как белки и нуклеиновые кислоты. Или, скажем, фосфолипиды, из которых построены мембраны, то есть прочные стенки живых клеток. Без таких молекул содержимое живой клетки просто вываливается в окружающую среду, а в таких условиях сосуществовать в мире людей будет сложно. Однако углерод – это не единственный элемент с валентностью 4. Есть и другие, например, германий, свинец и олово. Но особенно любопытен кремний. Кремний встречается очень широко. Это десятый по распространенности элемент во Вселенной. Еще в 1894 году немецкий астрофизик Юлиус Шайнер обратил внимание на то, что кремний во многих отношениях похож на углерод и может рассматриваться в качестве основы для альтернативной и неземной жизни. Именно поэтому чаще всего мы представляем себе инопланетную жизнь как непохожую на нашу, что-то вроде инопланетной расы из Звездных войн, Вавилоне 5 или самый жуткий из них Mass Effect Андромеды. Но правда в том, что чужая жизнь может быть похожа на нашу только в том случае, если условия на чужой планете будут похожи. Если там есть воздух из кислорода и азота и жидкая вода. Если там нормальные по нашим понятиям температура и сила тяжести. Но разве это обязательно? Астрономы считают, что из всего обилия планет, а их только в нашей галактике предположительно 2 триллиона, похожих на Землю не более одного процента. А остальные совершенно другие. Скажем, на Венере температура в среднем плюс 500 градусов по Цельсию. Озера из базальтовой лавы и расплавленного свинца, а с неба капает дождь из концентрированной серной кислоты. На Титане, спутнике Сатурна, температура минус 180 градусов по Цельсию. Скалы из водно-аммиачного льда и с неба капает дождь из жидкого метана, который мы называем природный газ, на котором разогреваем консервы по праздникам. А есть и такой тип планет, как углеродный, на которых скалы и камни из алмазов, грязь из мазута и дегтя, а дождь самый натуральный бензин. Может ли выжить человек или иная другая земная жизнь в таких условиях? Это будет непросто. А теперь вернемся к кремнию. Как атом углерода, присоединяя 4 атома водорода, образует метан, так атом кремния, присоединяя 4 атома водорода, образует силан. Силикаты, соли кремния, являются аналогом карбонатов, солей углерода. Наконец, как и углерод, кремний может образовывать длинные цепочки, полимеры, скажем, углеродные кислородные цепочки, образуют одну из пластмасс, полиформальдегид. Точно также кремниево-кислородные цепочки образуют хорошо известный нам всем силикон, который в некоторых людях в избытке. В общем, тут есть о чем пофантазировать. Наши с вами органические молекулы на основе углерода не переносят высоких температур. При температуре всего лишь плюс 70 градусов, человек уже может получить ожог металлическим предметом. Температура плюс 250 градусов по Цельсию станет последним загаром в нашей жизни. А вот соединение кремния к высоким температурам очень устойчиво. Конечно, тут есть и сложности, и серьезные возражения. Например, если диоксид углерода это газ, то диоксид кремния это твердое вещество, кварц, то есть обыкновенный песок. Во всяком случае на поверхности земли. Мы с вами, когда дышим, вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. А если бы мы вдруг и перестроились с углерода на кремний? Тогда выдыхать мы начали бы песок. Он просто забил бы наши легкие за считанные минуты. Мы бы вряд ли выжили. Так что органы дыхания и кислородно-кремниевые формы жизни, если существуют, должны быть устроены совершенно не так. Возражение второе. Экологическое. Если есть организм, который дышит кислородом, а выделяет диоксид кремния, то должен быть и другой организм, который поглощает диоксид кремния, а выделяет кислород по типу как зеленое растение, которое поглощает углекислый газ и выделяет кислород при фотосинтезе. Иначе такая жизнь долго не просуществует. Что если бы такие вот пожиратели песка оказались вдруг на нашей планете? К счастью, они не едят людей, так как у нас совершенно другая биохимия. Зато с удовольствием полакомится девятиэтажным панельным домом или силикатными кирпичами. И при этом выделяет кислород. Очень много кислорода. Вроде как кислород это хорошо, однако если кислорода в воздухе слишком много, человек пьянеет, что расстроит далеко не всех. Затем слепнет и в конце концов может даже погибнуть. Но что-то мы увлеклись. На самом деле кремниевая жизнь в наших земных условиях очень маловероятна. Однако на других планетах и при других температурах, в особенности если в атмосфере нет кислорода, такие варианты вполне возможны. Причем формы силиконовой жизни могут оказаться невероятно причудливыми, совершенно не похожими на наше представление о живом вообще. Они могут выглядеть как бесформенные руины камней. Или как сложные сростки кристаллов. Скорость обмена веществ у таких организмов намного меньше нашей, поэтому они медленнее двигаются, если двигаются вообще. Очень долго живут, а если умеют общаться между собой, то одна только фраза «верни долг» могут говорить две недели. Тут понятно сразу, что никто ничего не вернет. Но оставим ленивцев в покое и поговорим чуть подробнее о кислороде и водороде. По отдельности эти два элемента тоже важны, но в сотни раз важнее, когда соединяются вместе, образуя воду. Вода замечательный растворитель, который формирует жидкую среду внутри каждой живой клетки. Благодаря такой среде вещества могут свободно перемещаться. Скажем, молекула ТРНК может, как крохотный грузовичок, тянуть на веревочке молекулу аминекислоты, необходимую для синтеза белка. Заморозьте воду, превратите ее в лед и вся деятельность внутри клетки остановится. Однако вода в жидком состоянии может существовать при нормальном давлении, только в очень небольшом диапазоне температур. От нуля до плюс 100 градусов по Цельсию. А сколько во Вселенной планет, на поверхности которых температура совсем не такая? Да, верно, сотни миллиардов. Вспомните ту же самую Венеру, плюс 500 градусов по Цельсию, Титан, минус 180 градусов, или Плутон, минус 230 градусов по Цельсию. Могут ли там существовать организмы нашего земного типа? Конечно нет. Только если вы не опоссум. А какие тогда могут? Есть ли варианты у экзобиохимии? Да, есть. Например, аммиак, в молекуле которого один атом азота, соединен с тремя атомами водорода. На возможность использования аммиака в качестве заменителя воды в живых организмах на других планетах впервые обратил внимание биолог Джон Холдин в 1954 году. На Земле аммиак это газ. Температура кипения аммиака минус 33 градуса по Цельсию. Но на далеких планетах аммиак вполне может быть жидкостью. Жидкий аммиак отличный растворитель, как и вода. Аммиак образует множество соединений, похожих на водные соединения. Скажем, если из воды можно получить метанол, то из аммиака аналогичным образом можно получить метиламин. Рассуждая таким образом, Холдин пришел к выводу, что вполне возможно аммиачные аналоги белков и нуклеиновых кислот. Каким бы был аммиачный инопланетянин? Прежде всего, он жил бы при немыслимо холодных для нас температурах. Скажем, он мог бы дышать азотом, а не кислородом, и пить аммиак, а не воду. Мог бы такой инопланетянин прилететь к нам на Землю. Да, но затея не самая лучшая. Дело в том, что с аммиачным организмом Земля, как для нас Ио, спутник Юпитера. Сущий ад, с чудовищно большой температурой и океанами, полными ядовитой кислоты. Обыкновенная вода для такого инопланетянина будет крепчайшей кислотой. Страшным ядом, почти как самогон для Хака-Ири Мусаме. Так что при попытке доставить такой организм в лабораторию, он бы просто сгорел. Да, и пожать щупальцу такому гостю у вас не получилось бы. От вашей ладони он получил бы страшный ожог. Еще одна из биохимических альтернативных моделей всерьез рассматривает замену воды этанолом. Этанол по многим своим свойствам схож с водой. В частности, это прекрасный растворитель. Он не такой активный, как вода и не позволяет обеспечивать такой же в точности быстрый обмен веществ. Зато позволяет образовывать такие твердые химические соединения, которые в воде растворились бы. Смог бы представитель кремниевоэтаноловой жизни прилететь на Землю. Да, более-менее комфортно он чувствовал бы себя только в Антарктиде или в Сибири зимой, чтобы мороз был градусов под 80. Но температура это не самое плохое. Наша вода и водяной пар в атмосфере были бы для него смертельно опасны. Скажем, при попадании жидкой воды на конечность начала бы с невероятной скоростью разрушаться. Некоторые исследователи в качестве основы инопланетной жизни предложили и вовсе экзотическую группу веществ, так называемые гидриды бора. Оказывается, при определенных условиях эти вещества могут образовывать сложные структуры, аналогичные этану, метану или даже бензолу. Возникновение такой жизни очень маловероятно по причине низкой распространенности этих веществ во Вселенной. Но все-таки если бы такой инопланетянин прилетел на Землю, то не поверите, он взорвался бы, как новогодняя петарда. Да, химия сложная штука. Скажем, газ, хлор невероятно ядовит и химически активен. Но стоит соединить его щелочным металлом-натрием и получается совершенно безвредная кухонная соль, которую каждый человек использует на кухне. Вот и гидриды бора в условиях восстановительной атмосферы спокойны, стабильны и могут формировать сложные молекулы. Особенно при низких температурах. Но при контакте с кислородом или водой, тут же воспламеняется или взрывается в самый неподходящий момент. Да, экзобиохимия очень молодая и исключительно интересная наука. Какими могут быть живые организмы на других планетах? На самом деле бесконечно разными, совершенно не обязательно похожими на нас и вообще на любой другой организм, существующий на Земле. А ведь мы просто заменяли один химический элемент на другой и получили бесчисленное число организмов, приспособленных к самым, казалось бы, нереальным условиям существования. И в это время начинаешь осознавать, что контакт с такими существами из-за разной биохимии может быть смертельно опасен и даже невозможен в принципе. Однако есть еще одна теория на этот счет. Жизнь с альтернативной биохимией, например, кремниево-кислородно-железная, вполне могла бы существовать здесь, на Земле. Точнее, под землей. На глубине в тысячу километров, при температурах в тысячу градусов. Глубоко под нашими ногами могут оказаться целые экосистемы, состоящие из самых разных организмов. Возможно, что некоторые из них даже разумны. Сперва, такая теория кажется немыслимой фантастикой. Но что, если это кажется правдой? Все, о чем мы говорили с вами, может оказаться правдой. Если не на Земле, то в мирах других систем точно. Прямо сейчас, на расстоянии 235 миллионов километров от нас, марсоходы Perseverance и Curiosity используют свои инструменты и приборы для работы. Осуществляют выстрелы лазером, крутят колеса, фотографируют все вокруг и отсылают снимки на Землю. После возникновения первых реалистичных идей полететь на Красную планету прошло меньше века. Теперь же мы можем получать аудио и видео с Казахстана, извиняюсь, с Марса, чуть ли не в прямом эфире. Дорога к нему была непростой. Сложный орбитальный график, который позволяет запускать туда аппараты только раз в несколько лет. Связь, которая полностью теряется, когда Марс оказывается по другую сторону Солнца от Земли. Но человечество справилось с этими вызовами и сегодня на орбите и на поверхности планеты работают несколько аппаратов. После этого планы заселить ее не только роботами уже не кажется фантастикой. Но от слов к результатам. Предлагаем в этом выпуске увидеть последние находки, места и образцы этого года и заодно осмотреть просторы Марса поближе. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok